и давайте его встретим. Нашу конференцию откроет магистр химических наук, который изучил SWIFT всего за два месяца и устроился на работу iOS-разработчиком. Киноман и рецензент Санаджан, iOS-разработчик Колеса Групп. Всем привет, меня зовут Санаджан, спасибо, что пришли на мой доклад. И сегодня я бы с вами хотел поговорить про самый быстрый UI на Диком Западе или как его оптимизировать. Но прежде чем начать, хотел бы немножко рассказать о себе. Я люблю путешествовать, побывал в 15 странах, люблю футбол, играть, смотреть, болею за команду Ливерпуль и если находится в свободное время и классный сценарий, то снимаю короткометражки для души. Ну и как уже меня представили, я являюсь iOS-разработчиком в Колеса Групп, а если быть точнее, в команде Крыша. iOS-разработкой начал заниматься относительно недавно, около 10 месяцев назад, но тем не менее за это время я не раз столкнулся с проблемным UI. В частности, когда юзер скроллит по экрану, у него начинает все лагать или же юзер видит то, что не должен был видеть, или наоборот, юзер не видит то, что должен был видеть, что в совокупности влияет на бизнес в целом. Поэтому специально для нашего доклада я создал классическое iOS-приложение, в котором я использовал компоненты, которые используются почти во всех приложениях. Как за данные я взял нас, спикеров. Приложение показывает, какой спикер и в какое время будет рассказывать про свой доклад. Как вы, наверное, заметили, приложение UI в это приложение немножко лагает, и сегодня мы попытаемся решить эту проблему. Но прежде чем приступить к решению, давайте разберемся, что же такое быстрый UI. Первое, что приходит на ум, это FPS, количество фреймов в секунду, которое система наша рендерит и показывает юзеру. Если у вашего приложения FPS 60 или около этого числа, а для новых телефонов 120, то значит у вас нет проблем с FPS. Второй пункт — это оптимальное время рендеринга, ну и мгновенный отклик на действия юзера. Окей, мы разобрались с критериями, но как их измерить? Допустим, у вас есть два приложения, и на глаз вы, наверное, сможете определить, что UI у первого приложения работает быстрее, чем у второго. Но в нашем случае, а я напомню, мы хотим оптимизировать наше приложение, будет важно знать, насколько быстрее. Поэтому как измерить эти оптимизации? И какие инструменты нам помогут в этом? К счастью, в Xcode из коробки уже есть Developer Tool, который содержит два очень полезных раздела — инструменты и симулятор. Давайте начнем с инструментов. Переходим в инструменты, нажимаем на раздел Xcode — Open Developer Tool и нажимаем на инструменты. У нас открывается вот такое вот окошко, где вы увидите большое количество разных инструментов. Все они предназначены для оптимизации приложения всего, но сегодня мы говорим о UI, поэтому я сфокусируюсь на двух инструментах. Это Time Profiler и Core Animation FPS. Можно еще, конечно, было рассказать немножко про утечки памяти, которые тоже влияют на performance, но с кейс немножко исключительный, поэтому сегодня я решил его скипнуть. Давайте начнем с Time Profiler. Переходим в Time Profiler. У нас открывается вот такое вот окошко, где есть график и табличка. Давайте сфокусируемся на графике. У нас мы видим достаточно, иногда бывают достаточно высокие пики. Можем эту область выделить, чтобы отфильтровать все, что не нужно. Потом мы можем отфильтровать, используя Height System Libraries, чтобы он не показывал нам в системе библиотеки. Отмечаем галочку и у нас появляется вот такая вот табличка, где, если мы перейдем по вкладкам, мы дойдем до нашего контроллера, где у контроллера есть Collection View, а у Collection View есть функция Cell for Item Add. Как раз это место, почему я выделил его красным, потому что это потенциальное место для оптимизации. Давайте зафиксируем наш график для приложения до оптимизации. Давайте теперь поговорим по Core Animation FPS. Переходим и у нас появляется вот такая табличка, где мы видим секунду и FPS. Если эти числа мы переведем в диаграмму, то у нас получится вот такая вот диаграмма, где мы видим, что иногда у нас дропается фрейм. Если вам неохота заходить в инструменты и как-то детектить FPS, вы можете использовать готовым решением FPS Counter, который можно заимпортить через поды, через SPM, и он садится достаточно легко. Вы можете в AppDelegate вызвать FPS Counter Show и Status Bar, и у вас появится такая вот картина, где сверху у вас приложение, вы можете отследить ваш FPS. Тут я указал QR, если вам захочется использовать этим решением. Окей, с инструментом мы разобрались. Давайте перейдем к симулятору. Как он нам поможет измерить нашу оптимизацию? В симуляторе в дебаг разделе есть две опции. Первая — это Color Blended Layers. Если мы его выбираем, то у нас приложение перекрасится в два цвета, в зеленый и в красный. Очевидно, что зеленый — это подкрашивая ту область, которая рендерится легко, а красная — для которой нужно больше ресурсов. Эта красная область как раз тоже потенциальная область, которую мы можем оптимизировать. Вторая опция — это Color Offscreen Rendered. Подкрашивает желтым цветом ту область, с которой он рендерит до того, как показать юзеру. Эту часть мы тоже сможем оптимизировать. Окей, с инструментом мы разобрались. Давайте перейдем к причинам. Почему же у юзера лагает UI? Первое — это, наверное, самое очевидное. Это старый телефон. Наверняка у вас есть знакомые, которые пользуются одним телефоном 7-8 лет и не меняют его. Будь то это 5s, 6, 6+, какое решение? Мы можем, конечно, подождать, пока Apple потратит кучу денег на маркетинг, и юзеры сами не начнут покупать новые телефоны. Мы же хорошие разработчики, поэтому можем это все захендлить. Если у нас есть какая-то сложная анимация, мы можем ее вообще убрать и сократить функционал, чтобы пользователю было комфортно пользоваться нашим приложением. Как мы можем это сделать? Есть несколько способов. Один из них — мы можем обратиться к высоте экрана и отфильтровать, каким телефоном пользуется юзер. Вторая причина — это старый iOS 10, 11, 12. Тоже такое же решение. Мы можем убрать какую-то анимацию сложную и сократить функционал, используя eFiles. Все, конечно, это выглядит немножко по-уродски, но тем не менее мы добиваемся нашей цели, пользователь пользуется нашим приложением комфортно. Ну и третий, наверное, самый неочевидный — это разработчик, это мы. Если у вашего разработчика или у вас в гардеробе есть вот такие вот джинсы, то все печально. И, наверное, сразу возникает вопрос, как мы, разработчики, можем повлиять на перформанс. Первое — это главный поток. Мы можем как-то перегрузить главный поток, а мы знаем, что UI у нас рендерится в главном потоке и как-то напортачить с layout cycle. Давайте теперь перейдем к решению. Что мы можем сделать? Конечно же, использовать фреймворки. Почему бы и нет? Достаточно количество разных фреймворков. Допустим, есть Async Display Kit. Сейчас он известен как Texture. Он был создан Facebook. Второй — это IG List Kit. Был создан Instagram. Третий — Layout Kit. Используется в LinkedIn. Четвертый — Epoxy. Используется в Airbnb. Ну и пятый — вы можете кастом написать с нуля или можете поверх какого-то известного фреймворка написать. Что делать? Допустим, Async Display Kit. Он все ваши вьюшки в бэкграунде превращает и в картинки. Все это высчитывает фреймы и уже в главном потоке показывает то, что надо. Поэтому у меня все. Спасибо за ваше внимание. Тут вы можете найти полезную ссылку. Поэтому по этой ссылке можете перейти на классный доклад, где будет как раз описываться, какой фреймворк использовать, плюсы и минусы, и почему нужно быть с ним иногда, быть осторожным. Хотел рассказать про самый быстрый UI, а получился самый быстрый доклад. Ладно, это была шутка, потому что мы не из тех разработчиков, которые в любой непонятной ситуации затаскивают огромный фреймворк, чтобы исправить какую-то проблему. Возможно, мы сможем что-то сделать деликатно. Ну и не стоит стрелять пушкой по воробьям. Давайте попробуем смастерить самодельную рогатку, которая поможет нам хирургическим путем добиться нашей цели. Давайте начнем. Входные данные. Какие были входные данные? Как я тестировал свое приложение? Я использовал iPhone 6 Plus на версии iOS 12.5.1. Давайте еще раз порезюмируем, какой был FPS и какой был Time Profiler. Наше приложение мы можем разделить на компоненты и от большего к меньшему начать нашу оптимизацию. Давайте начнем. Что у нас есть в приложении? У нас есть ScrollView. У ScrollView есть subclass CollectionView. У CollectionView есть ячейка. У ячейки внутри есть, допустим, StackView. И рядом со StackView у нас есть картинка ImageView. Давайте начнем с CollectionView. Что мы можем там сделать? У CollectionView есть постоянные методы, такие как sellForItemAdd, willDisplaySell или scrollViewDescroll и многие другие. Почему я эти методы назвал постоянные? Потому что когда юзер скроллает по экрану, эти методы вызываются постоянно. И если мы туда закинем какую-нибудь ресурсоемкую функцию, то это может повлиять на наш перформанс. Как мы можем перегрузить эти функции? Мы можем, допустим, сделать какой-то запрос, скачивать очень большую картинку и делать все это в главном потоке. Мы можем каждый раз создавать date-форматор и манипулировать с ним. Ну или использовать какой-то неоптимизированный HTML-парсер, и который тоже может повлиять на наш перформанс. Окей, с CollectionView мы разобрались. Давайте перейдем к ячейке. Что мы можем там сделать? Как я уже говорил раньше, мы можем в симуляторе выбрать опцию ColorBlendLayers, которая подкрасит зелено-красным, и мы можем оптимизировать нашу красную область. Как мы можем это сделать? Мы можем назначить ISO Pack True, допустим, для наших лейблов, или задать Background Color. Как вы видите на экране, уже наши лейбли стали зелеными. Дальше что мы можем сделать? Бывает такое, что дизайнер приходит и нам говорит, что нам нужна вот такая ячейка или вот такая вьюшка, как, допустим, в нашем приложении. Нужно Corner Radius и задать тени. Мы можем пойти классическим путем, обратиться к лейеру нашей вьюшки, все там задать, но если мы перейдем к Color of Screen Render, то наши эти вьюшки и ячейки подкраситься желтым цветом, потому что он их рендерит до того, как показать юзеру, что тоже требует дополнительные ресурсы. Как мы можем это оптимизировать? Мы можем создать Shadow Pass через Bizetaz и сказать, что у него будет размер, как у нашей вьюшки, и потом приравнять его. Если мы обратно перейдем к Color Blended Layers, то у нас ячейка уже не будет желтой, а только углы. Как мы сможем оптимизировать наши углы? Мы можем один раз создать лейер и его скашировать, используя ShootRestRise и задать Scale. И он получается лейер один раз создает, и потом для всех других ячеек он его переиспользует. Но самый хардкорный метод – это мы можем заменить background view картинкой. Берем вот такую картинку слева, просто кружочек, и можем превратить в его вот такую вот ячейку, используя вот такую функцию, где мы можем задать картинку и задать инсеты сверху, слева, справа, снизу по 16. А все, что между ними, мы можем растянуть, задать ему content mode, и тем самым мы один раз создаем картинку, и эту картинку переиспользуем уже в других ячейках. Следующая оптимизация может быть пикселями с alignment, связанная, где bounce не выровнена по пикселям. Как мы можем это оптимизировать? Мы можем перед тем, как передать число какое-то, мы можем его округлить. Часто такое бывает, что мы должны передать высоту ячейки. Перед тем, как это сделать, мы можем использовать функцию round. С auto layout тоже есть некоторые моменты. Если у вас в проекте очень большое количество варнингов, то лучше их разрешить, потому что, как мы знаем, auto layout — это система уравнения, где в итоге у нас показываются наши фреймы, где у нас высчитываются наши фреймы. Если у вас очень много варнингов, то ему нужно дополнительные ресурсы, чтобы решить, какой constraint более важный. Как мы можем это решить? Мы можем задать приоритеты для constraint. Окей, в целом мы разобрались. Давайте перейдем к stackview. Настоятельно рекомендую не использовать stackview в scroll. Вы спросите, почему? Потому что, как мы знаем, когда user scroll по экрану, вызывается layout cycle каждый раз. А в layout cycle есть функция layout subuse. И у stackview layout subuse очень громоздкий, и это тоже может повлиять на наш performance. Какое решение может быть? Написать свой или использовать уже готовые эти функции, готовый stackview с гитхаба. Допустим, frame stackview, который не использует auto layout, он наверняка не такой функциональный, как stackview от UI кита, но тем не менее у вас не будет проблем в таблице и в scrollview. Давайте поговорим про последнее, image view. Тут я хотел бы рассказать про формат. Иногда стоит задуматься, какой формат лучше использовать, PDF или PNG. Что мы знаем о PDF? PDF доступен с Xcode 6 и поддерживает iOS 8. Начиная с Xcode 9, у него есть опция preserve vector data. Очень удобно получается. Один файл закидываем в проект PDF, и он в зависимости, какой нам нужен размер, его resize. А с PNG немножко другая ситуация. Там нужно было закидывать три картинки. 1x, 2x, 3x, чтобы показать лучшее качество картинки. Какие могут быть проблемы? Первое – это рендерить с артефактами. Допустим, как на примере, если вы видите справа, то появились какие-то черные точки непонятные. Иногда бывает, что влияет на производительность. Вплоть доходит до того, что появляется какой-то краш. Как был опыт у моей команды с iOS 9, когда крашилось приложение, и они не могли понять, почему. Потом в конце выяснилось, что это было связано с одним файлом PDF, где маска не успела до конца срендериться. Ну и третье – это размер имид шанса, который бывает иногда большой. Какое решение можно придумать? Можно использовать комбинацию PDF и PNG. Для маленьких иконок можно использовать PDF, а для больших картинок использовать PNG. Ну и потенциальное решение можно рассмотреть в SVG, который более популярный формат. И он занимает меньше-меньше, чем PDF. Ну и в дальнейшем, кажется, он себя еще покажет. Мы разделили наше приложение на компоненты и степ-бай-степ начали нашу оптимизацию. И давайте посмотрим, что у нас вышло. Сначала вспомним, как было до оптимизации. Как вы видите, иногда фрейм у нас дропался, и в тайм-профайлер у нас были какие-то высокие пики. И как стало после оптимизации? Для наглядного примера можно это объединить в один слайд и посмотреть. Как вы видите, у нас FPS достаточно ровный, держится около 60, дропается до 57 и 56. И тайм-профайлеры мы видим достаточно ровную линию, где нет высоких пиков. В заключении, я бы еще раз хотел бы упомянуть, что постоянно функцию скрылую нужно быть с ними осторожны и не перегрузить их. Прозрачность мы можем задать через ISO-pack true или задать background, тем самым мы облегчаем системе рендеринг. Третье. Скругление углов и теней. Мы можем пойти классическим путем, обратиться к лейеру, но не забывать задавать shadow path. Четвертое. Stack view в таблице – это нежеланный гость. Лучше его избегать. А если вы хотите использовать все равно стеки в таблице, то лучше написать свой. Ну и пятое – формат image view. Хорошим решением будет использовать комбинацию PDF и PNG. Проговоря все эти моменты, я надеюсь, мы смогли с вами придумать, смастерить самодельную рогатку, которая вам поможет в будущем для оптимизации вашего UI. Спасибо за ваше внимание. Тут настоящие ссылки, тут вы можете найти сам проект GitHub и тут мои контакты. Если у вас будут вопросы, буду рад на них ответить.